Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск новостей в студии Аиши Киреева и перед выпуском коротко о главном. В Казахстане проводится расследование простоя дорогого медицинского оборудования. Подробности расскажу вам я, Бауржан Шайхмед. Сейчас подрядная организация приступила к устройству трех правых поворотов на пересечении улицы Сырыма-Датова и Гагарина. Жители поселка Деркул просят убрать свалку. Груда мусора образовалась на территории частного сектора. Глава МВД Республики Казахстан прокомментировал возможность лишения водительских прав без суда. Ранее большой резонанс вызвала концепция нового административного кодекса, одна из поправок которого предусматривала наделение полицейских правом лишать водительских прав без суда. Концепция нового административного кодекса появилась на портале электронного правительства. Инициатором документа является Министерство юстиции Республики Казахстан. Новый адмкодекс, который вынесли на публичное обсуждение, предусматривает одну спорную поправку. Ее авторы предлагают наделить полицейских полномочиями решать нарушителей ПДД водительских прав. То есть фактически стражи порядка без суда и следствия будут решать, кому управлять авто, а кому больше нет. Автор концепции проекта Министерство юстиции РК считает, что поправка позволит дисциплинировать водителей и повысить ответственность полицейских. Но на камеру министр юстиции Бекетаев говорить об этом не стал. Вопрос очень детальный, юридический, надо внимательно посмотреть. Я все это посмотрю и письменно дам. Однако многие автовладельцы считают, что если концепцию примут, то это развяжет руки инспекторам дорожной полиции. Стоит отметить, что по данным агентства по делам госслужбы за прошлый год МВД и без того в списке наиболее коррумпированных ведомств. При этом большая часть правонарушений приходится как раз таки на сотрудников дорожно-патрульной полиции. Видимо поэтому министр Асамов, который обычно старался избегать прессы, спокойно прокомментировал поправку. Я скажу так, это еще концепция, позиция Министерства внутренних дел. Все, что ограничивает прав граждан, это лишение прав, административный арест и все остальное должно решаться только в судебном порядке. Это наша позиция. В Уральске на четырех оживленных перекрестках оборудуют правые повороты. Они предназначены для разгрузки дорог с интенсивным движением. На одном из перекрестков на углу улиц Сыромодатова и Гагарина работы были начаты еще в прошлом году. В этом году подрядчики завершат проект. Проект по строительству дорожных развязок начал реализовываться 4 года назад. Первый Уральский съезд при повороте направо действует на перекрестке улиц Сыромодатова и Московской. Ее плюсы очевидны. Вместо того, чтобы ждать на светофоре зеленого сигнала при повороте направо, водители могут воспользоваться специальным съездом. И это удобно и значительно экономит время. На перекрестке улиц Сыромодатова и Гагарина работы начались осенью прошлого года. Подрядчик Теоберлик. Стоимость проекта составляет 107 миллионов тенге. Сейчас сотрудники подрядной организации демонтируют входные группы в подземные переходы. Они мешают обустройству правых поворотов. Гагарина Датова является объектом переходящей. То есть завершение данных работ будет в 2018 году окончание. В данное время по Айтиево там идут ремонтные работы по замене труб АО «Жехтеплоэнерго». После окончания этих работ начался капитальный ремонт по правому повороту. Также правыми поворотами оборудуют перекрестки улицы Ромодатова и проспекта Абулхайрхана, Шолохова-Тюленина, улицы Атиева, проспекта Евразия. Этот правый поворот просто необходим. Что еще могу сказать, что еще бы можно было бы сделать, как в больших городах, что когда основной красный загорается, еще оставить дополнительную направо. Или как в Москве, то есть разрешено поворачивать направо под красный основной, пропустив встречу этих, которые по пересекаемой еду. Продолжительность обустройства каждого из перекрестков порядка шести месяцев. Роман Копняев, Айбулат Жегепар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западной Казахстанской области ТО «Батыс» Марка Ламп задолжала рабочим 12 миллионов тенге. Об этом сообщили в инспекции труда. Именно сюда пожаловались 17 работников предприятия за невыплату заработной платы. Проверка установила, что ТО задолжала почти 14,5 миллионов тенге своим работникам. Но часть суммы была выплачена. Отметим, что ТО «Батыс» Марка Ламп занимается производством свежеохлажденной ягнятины. Стоимость проекта составляет около 3 миллиардов тенге. Установлено, что ТО «Батыс» Марка Ламп в отношении 63 работника данной организации не было произведено выплаты заработной платы. По результатам проверки было возбуждено административное производство и выдано предписание со сроками исполнения. В случае неисполнения предписания в управлении по инспекции труда будет открыта проверка, по которой исполнение предписания и, соответственно, материал будет направлен в суд. В поселке Зачиганск упал остановочный павильон. Местные жители уверены, что это произошло из-за сильного ветра. Но в Акимате поселка Зачиганск заявили, что это дело рук вандалов. В данный момент их розыском занимаются сотрудники полиции. Остановочный павильон был установлен в феврале 2018 года, говорит продавщица магазина, который расположен напротив автобусной остановки по улице Горенько. Женщины отмечают, что через месяц после установки павильон оказался разбит. Но подрядная организация ИП «Буянов» восстановила его. Прошел еще месяц, и остановочный павильон оказался опрокинут. Причем стойки вывернуты вместе с бетонным основанием. Где-то в феврале вставили вот эту остановку. Так, вот в феврале-март начало, как это буран был, у них сломался вот это пластмассовый. Потом заново они сделали вот это. И вот вчера или после вчера ветер был. Из-за чего так получилось? Что могло быть? Нет, ветер, значит, слабее там. Когда не делал, значит, не так делал. В Акимате поселка Зачиганск сообщили, что в 2017 году за счет средств местного бюджета было установлено шесть остановочных павильонов. Каждый из них оценивается в сумму более 700 тысяч тенге. На 2018 год в планах установка уже 12 павильонов. Каждый из них уже оценивается в 1,2 миллиона тенге. Остановку повалили, я так думаю, хулиганы. Это акт вандализма. Это не первый акт вандализма. Были также у нас демонтированы светильники с остановок. Были разбиты стенки данных остановок. По двум фактам мы написали заявление. Водил полиции, они сейчас занимаются, разбираются этим. В текущем году у нас выделены средства на санитарную очистку поселка Зачиганск. Выделены деньги на наружное освещение, на обслуживание наружного освещения поселка Зачиганск. Также на текущее содержание. Это автомобильный дорог, это ямочный ремонт. На фонтан выделены деньги. Также буквально на сессии городского маслехата будет усмотрено средства на установку остановочных павильонов, на установку указателей наименований улиц, на приобретение и установку детских игровых площадок. Стоит отметить, что недавно депутаты городского маслехата одобрили выделение пригородным поселком Уральска более 300 миллионов тенге. Порядка 160 миллионов из этих денег будет направлено на развитие Зачиганска. Это санитарная очистка территории, ямочный ремонт дорог, обслуживание наружного освещения, строительство детских игровых площадок и остановочных павильонов. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Жители поселка Деркул просят убрать свалку. Груда мусора образовалась на территории частного сектора. Залежи отходов пополняются на протяжении нескольких лет, доставляя неудобства людям. Наши корреспонденты продолжат тему. Эту свалку жители поселка Деркул наблюдают ежедневно. С наступлением тепла от мусора начинает исходить неприятный запах. Жительница поселка Алина Прокопенко рассказывает, что неоднократно пыталась убрать мусор своими руками, но справиться с таким количеством отходов без техники невозможно. На протяжении уже многих лет у нас вот такой мусор вокруг наших домов. У нас здесь дети. Мы болеем постоянно. Вот такие банки, склянки. Мухи вот такие вот летают. Проблемы жильцов мы еще раз озвучили в местном Акимате. Там нам рассказали, что с вывозом мусора возникают некоторые трудности, а для утилизации на территории Деркова недостаточно контейнеров. Основных улиц мы уже убрали, по улице Дали, набережные. А вот те улицы, которые вот маленькие, тростепенные, лесные, садовые, мы сейчас не успеваем. В данный момент сейчас, завтрашнего дня уже нам ДЭП выделить технику, и мы уже начнем там убирать. На территории области субботники проходят в течение месяца. Активное участие в очистке территории должны принять сами жители. Там, где они не справляются, необходимо подавать заявку в коммунальные службы или Акиматы. Марина Корбук, Ербова Маншина, Рустам Джумашев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В Уральске полиция оштрафовала подрядчиков за неправильно установленные дорожные знаки. Сумма штрафа составила около 250 тысяч тенге, сообщает пресс-служба ДВД ЗКО. Поводом для штрафа послужило невыполнение устранения нарушений, которые полиция указала ранее. В частности, речь идет о дорожных знаках, установленных на улице Абулхайрхана, и от пересечения с улицы Сырым и Датова до пересечения с улицы Кызылжарская. Мошенники сняли деньги со счета больного ребенка. Средства собирали всем Уральском на лечение Муслима Сисингалиева за границей, сообщает портал «Мой город». На счету находилось 110 тысяч тенге, которые перечислили неравнодушные люди. Отец ребенка рассказал, что сейчас супруга вместе с сыном находится на реабилитации в Самаре. Улучшений у муслимов пока нет, но родители надеются на выздоровление сына. Простой дорогого медоборудования расследуют в Казахстане. Министр Бертанов проинформировал премьер-министра о масштабной ревизии. Предметом анализа стала медицинская техника стоимостью более 5 миллионов тенге. Были выявлены факты закупок по завышенной цене и факты нарушения самих процедур закупок. Из-за системных проблем Минздрав отказался от централизованного закупа медоборудования. Если в Акиматах областей оборудование все же закупается за счет бюджета, то обязательно должна быть проведена экспертиза стоимости и обоснованности. Сегодня в больницах страны скопилось оборудование почти на миллиард долларов, но львиная его доля практически не используется. Ежегодные медучреждения Казахстана закупали тысячу медицинских аппаратов различного назначения. От уже ставшего банальным тонометром до сложнейших компьютерных томографов. И стоят они немало. От пары сотен тенге, как обычный термометр, до десятков и даже сотен тысяч долларов. И как выяснилось, покупалось медоборудование без указания страны и производителя. Цена была за итальянское, а купить могли китайское. По итогам аудита были выявлены следующие нарушения. Завышение стоимости закупаемого медоборудования, простое оборудование, отсутствие обязательного сервисного обслуживания медтехники сроком не менее трех лет, а также отсутствие сведений о заводе-изготовителе и стране происхождения. Еще один нюанс. Любая, даже самая лучшая техника имеет свойство рано или поздно ломаться. Простой из-за поломки того же томографа, стоящего не один десяток тысяч долларов, это не только финансовые потери, это огромные потери времени и здоровья пациентов. Отчинить сложную технику сегодня зачастую некому. Учтите, что стоимость ремонта, согласно нормам ВОЗ, составляет 10% стоимости оборудования. А это сотни миллионов, и не тенге, а долларов. Система мониторинга показала, что на сегодняшний день медицинское оборудование используется неэффективно. Так, компьютерные томографы в среднем используются на 70%, а рентгенаппараты на 13%. Износ медицинской техники составляет свыше 35%, поэтому для ее обновлений ежегодно требуется свыше 95 миллионов тенге. Во многих импортных аппаратах заложен своеобразный предел прочности. Машина работает определенное количество времени, например, несколько тысяч часов. Потом аппарат попросту отключается. Хорошо, если такой аппарат стоит на гарантии в фирме. Но если срок гарантии вышел, то вся ответственность за ремонт ложится на главврача. А в штатах даже крупных больниц нет должности инженера по медицинскому оборудованию, нет даже техника. Боржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Более 20 тысяч человек примут участие в параде на 1 мая. Об этом стало известно в ходе брифинга с участием представителей Ассамблеи народов Казахстана. Они рассказали, как проходит подготовка к празднику и к 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Как отметили участники брифинга, Ассамблея народа Казахстана – очень важный институт, задача которого – сохранить единство народов, проживающих в многонациональной республике. Сегодня представители Ассамблеи народов Западно-Казахстанской области готовятся к 26-й сессии, которая состоится 28 апреля в Астане. От нашего региона примет участие делегация из 32-х человек. На сессии будут в концертной программе выступать 20 ровесников Астаны. И вот мы, Ассамблеи, в этом плане тоже провели определенную работу, подобрали кандидатуру. Это Камила Черекылаева, она туркменка по национальности, студентка Западно-Казахстанского государственного университета. Она вот в числе 20 наших солистов также будет в республике представлять нашу область. Сессию посвятят двум темам – реализации программы «Рухани Жангару» и программе «Семь стратегических социальных инициатив президента». Как отметили участники брифинга, Ассамблеи – это все 18 миллионов казахстанцев. То есть работа представителей Ассамблеи касается каждого жителя страны. Самое главное, во что человек верит. Он верит или в тысячелетний рейх, или в «Рухани Жангару». От этого очень многое зависит. И поэтому проблема воспитания нашего казахстанца, воспитания будущего поколения – это, конечно, основа основ, которая должна быть рассмотрена на сессии. И те задачи, которые ставит перед нами президент, мы через своих членов наших этнических сообществ, конечно, доведем до самого последнего человека, чтобы все знали наши цели и задачи. Одно из главных событий для представителей Ассамблеи – День единства народов Казахстана. Готовится к этому дню уже месяц. В шествии примут участие несколько десятков тысяч уральцев. Сформированы колонны под руководством заместителя Акима области Усланкового. Проведены уже несколько раз совещания. Это и в онлайн-режиме, и просто рабочее совещание. Все разного характера. Приглашены туда были все руководители, ответственные за управление различных департаментов. Как колонны будут оснащены, какие будут транспаранты, содержание этих транспарантов, логины и так далее. Это все как будто бы мелочь, но это занимает очень много времени. Кроме того, на праздник будет организована большая концертная программа. Марина Корбук, Ербао Маншин, Рустам Джумашев, ТТК-42. 14 представителей «Горячей молодежи» или «Онторжалпахталдаха жалан». Под таким названием в Уральске состоялся спектакль, посвященный группе передовой казахской молодежи, которая выступала за обретение независимости. Постановка показала действия 40-х годов XX века, когда наблюдалось ущемление прав людей, проживающих на территории Казахстана. В Уральской области СССР была создана молодежная организация «Союз защитников казахского народа». Предводителем группы молодых активистов, борющихся за независимость, стал Губайдола Анесов. После выражения недовольства властью, Анесова расстреляли, а его соратников посадили в тюрьму. Первый спектакль об этой истории поставили в театре Касталовского района. «Раньше имена представителей бунтующей молодежи не озвучивались, нигде не упоминались, но в истории движения молодежи было. Новое в то время поколение боролось за свободу и независимость, и во многом благодаря таким людям мы этой независимости достигли». В честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне более 9 тысяч жителей получат единовременную денежную выплату. Размер выплат непосредственным участникам и инвалидам войны составит 150 тысяч тенге. В Городском совете ветеранов сообщили, что кроме этого фронтовики получат и другие виды социальной помощи. Накануне 9 мая ведется большая подготовительная работа к чествованию ветеранов Великой Отечественной войны. Из местного бюджета предусмотрено выделение более 100 миллионов тенге. Эти деньги будут выплачены 9 тысячам получателей. Это тружники тылов, вдовы, ветеранов, узники концлагерей. День Победы – это день великой памяти и скорби, но в то же время радости за мирное небо над головой, спокойствие и благополучие. «К сожалению, каждым днем у нас меньше становится наших ветеранов. На данный момент их 115 по всей Западно-Казахстанской области. 34 у нас в районных местности проживают, а 81 проживают в городе Уральске. Помимо различных мероприятий, канун Дня Победы с ними будут встречи в школах, в колледжах, в университетах. По мере возможностей, кто может передвигаться, наши коммунальные службы, в том числе автотранспорт, такси, идут все на встречу. И в течение года для них все у нас сейчас на данный момент в бесплатной основе осуществляется, потому что тот подвиг, тот героизм, который они проявили во время Великой Отечественной войны, это наше поколение, молодое поколение, очень хорошо помнит». Участники инвалиды войны получат по 150 тысяч тенге к празднику. По 60 тысяч предусмотрено выплатить жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и вольно-наемным. Вдовы погибших получат по 20 тысяч тенге. В городском совете ветеранов отметили, что поддержка фронтовиков проходит на регулярной основе. За каждым из ветеранов войны закреплен депутат, который решает все возникающие социальные проблемы. В поликлиниках медицинским обслуживанием фронтовиков занимаются врачи-геронтологи. «В нашем городе проживает 81 участник войны, из которых 30 инвалидов войны. В нашем городе проживает 11 узников фашизма. В нашем городе проживает 3 блокадника Ленинграда. Это золотой фонд нашего города, благодаря которому формируется казахстанский патриотизм. Эта категория лиц постоянно приглашается на все государственные праздники в школы. Совместно с городским отделом образования у нас разработан совместный план. Согласно этого совместного плана этой категории лиц, она постоянно приглашается на все праздники». Майские праздники – отличный повод вспомнить всех, кто причастен к великой победе 1945 года. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабриев, ТДК-42. Спортсмены с ограниченными возможностями западного региона завоевали 4 золотых медали на 17-м чемпионате Азии по армрейслингу. Соревнования проходили в санатории Боровое. Силами мерились порядка 800 спортсменов из 15 стран, а также около 200 пара олимпийцев. На этот раз от Западно-Казахстанской области в соревнованиях принимали участие 5 спортсменов. Надо отметить, что они уже второй год подряд принимают участие в этом чемпионате, и каждый раз им удается пополнить копилку медалями. Кроме золотых медалей спортсменам также были завоеваны серебро и бронза. Соревнования очень хорошо прошли, в высшем уровне. Я надеюсь, что наши теперь призеры поедут выступить на мировой уровне. Как вы знаете, сейчас большое внимание обращают для развития спорта не только олимпийский, и паралимпийский спорт, и сурдо-олимпийский. И вот приносим хорошие плоды мы. Это были главные новости к этому часу. А я напомню, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на электронном сайте www.tdk42.kz и в социальных сетях. С вами была Аиша Киреева. Всего вам доброго и хороших новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продажа и установка вертикальных и горизонтальных жалюзи, роллшоры, мультивактурные жалюзи, горизонтальные жалюзи из бамбука или дерева, фотожалюзи, сюжетные жалюзи с фотопечатью. Продажа и установка натяжных потолков, матовые натяжные потолки, сатиновые и глянцевые натяжные потолки, потолки с фотопечатью, ширина полотна до 5,5 метров.